Нафиг призывную армию. Можно матом, да? Конечно. Отлично. Сейчас, по итогу, нас отправляют еще на гибель, правильно, всех? Вот нас всех отправляют на гибель, и мы не за свои интересы, нам это не нужно. Вот тебе не нужно, да, мне не нужно. Ну, любому здравомышленному человеку не нужно. Все, кто вот эти Z, V ставят, пускай едут. Блин, они считают, что это нормально. Я не считаю, что нормально умирать за... ни за что, фактически, за чужие интересы. Жили в армию? Да, служба. Как вообще относитесь к ней? Ну и какие ощущения вообще после службы? Дурисика полная. Не понравилось, то есть? А из-за чего? Не то армия, не то воспитывание. Дисциплины нет. Хуёво. Почему так? Потому что я не люблю, когда меня куда-то призывают, тем более в армию. Ну вот если на Россию нападут фашисты, готовы защищать? Если фашисты, то да. А если не фашисты, то может, оно и к лучшему. Нахрен мне, оно нужно. Бороться с фашистами. Я считаю, что для начала нужно победить фашистов здесь. А уж потом заниматься экспортом антифашизма. Ну если власть прямо скажет, что будет мобилизация, мы объявляем мобилизацию, то это сильно пожитнет ее статус даже в глазах электората какого-то. Я, конечно, не считаю мысли Владимира Владимировича, но на мой взгляд, если Владимир Владимирович сделает всеобщую мобилизацию, то время его царствования, оно буквально вот там можно будет считать уже по часам, сколько осталось ему царствовать. Как писали классики в свое время, армия обернет свои штыки против своей власти. Я считаю, что это преступная война и люди, которые ее начали, военные преступники. И все, что будет происходить дальше, все мобилизационные и прочие мероприятия, это тоже преступление против народа России. В первую очередь сейчас совершается преступление против Украины и ее независимости. Народ Украины имеет право жить свободной жизнью так, как они считают нужным.